Всем привет! Это 21 век, я Саш Сериков, и сегодня мы с вами будем обозревать две любопытные телеприставки с ретро-играми. Dendy, Nintendo, Sega Mega Drive, если эти слова у вас хоть что-то шевелят, и вы знаете, что такое Zelda, Contra, Mario, Ninja Turtles, друзья, все это специально для вас. Грубо говоря, два этих устройства, это у нас G11 и G5, это эмуляторы 8-битных, 16-битных и 32-битных игр на конца 90-х, начала 2000-х. Прямо сейчас мы посмотрим комплектацию этих геймбоксов и G5 и G11, и поделимся с вами впечатлениями. Итак, G5, что же у нас в комплектации? В первую очередь, разумеется, сама приставка. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть microSD-карточка и слот для нее, есть, разумеется, выход под наушники, питание, HDMI, LAN и два USB. Далее, вот такое вот есть у нас, вот такое приспособление, что это такое? Это способ подключения двух джойстиков прямо к приставке. Кстати, сами джойстики, это у нас копия геймпада от PlayStation 2. Разумеется, это не DualShock, здесь нет никакой вибрации. Втыкаем, подключаем. Сам блок питания, разумеется, кабель HDMI. Ну и в лучших традициях 2000-х у нас пульт прямо в пакетике. Ни в коем случае вы не снимайте, а то запачкается. Пульт, к слову, лаконичный, здесь все максимально понятно. Я думаю, что ни у кого не составит труда разобраться с тем, как он работает. Так вот, пульт у нас для управления телеприставкой, потому что это не только геймбокс, но и, в свободу, смарт-тв. К слову, сама прошивка игровая у нас прямо вот здесь, вот на этой флешке и записана. Чтобы переключиться между телеприставкой и игрой, необходимо просто вынять вот эту карту, вот эту вот, и все, и пользуемся. Но это, знаете ли, такой грубый способ. На самом деле, гораздо правильнее будет взять джойстик и одновременно зажать старт и селект. Никаких проблем с использованием этого телебокса у вас не возникнет, потому что это, по сути, у нас самый обычный Android TV. Процессор у нас здесь неплохой по меркам телебоксов. Здесь у нас Amlogic S905L. Оперативной памяти 1 гигабайт, а постоянной памяти 64. Графического процессора ARM Mali 450 MP3 слегка хватает на отрисовку игр уровня Sony PlayStation 2. Главное слово об этой приставке, которое я бы советовал вам запомнить, это эмулятор. Поэтому в начале всего мы выбираем приставку, в которую хотим поиграть. И выбор тут весьма богатый. Я даже не догадывался, сколько всего их было в моем детстве. Выбрали приставку, теперь выбираем игру. Ну а дальше уже меню игры, геймплей, это вы уже разберетесь сами. Думалось мне, что игр здесь будет побольше. Помните те старые картриджи, где в одном картридже 999 тысяч игр и все одинаковые? Но нет, друзья, здесь у нас игр на самом деле не так-то уж и много. Однако, мне лично есть во что поиграть, а если вдруг вам не хватит во что поиграть, то все очень просто, игры очень легко можно сюда докачать. В руководстве по эксплуатации есть QR-код, пройдя по которому вы найдете инструкцию о том, как же все-таки докачать в приставку еще больше игр и самое главное, где их найти. Игры работают как надо, не тормозят и джойстики тоже не отваливаются. Кроме упомянутого, есть еще меню настроек, где можно установить предпочтение по графике. Ох, приставка уже зацепила ностальгические струнки моей души, поэтому давайте-ка переходить к G11. Итак, G11. Сам бокс внешне похож на своего предшественника G5, однако он немножко тяжелее, здесь у нас чуть-чуть другие интерфейсы. Но сейчас мы к ним вернемся, а пока посмотрим, что в комплекте. Во-первых, опять же, два геймпада от PlayStation 2. Также кабель HDMI, разумеется, блок питания, скорее всего, 9-ти вольтовый, пульт, который не надо вынимать из чехла, потому что это аутентичность 90-х. А кроме того, нет у нас теперь microSD-флешки, а есть две вот такие вот USB-штуки. Притом, одна из них это для соединения наших джойстиков, раз, а вторая, в которой содержится, собственно, вся прошивка и игры. Это два, мы ее тоже вставляем в USB. Нам в комплекте еще положили вот такой вот типа wireless USB-адаптер, то есть усилитель сигнала Wi-Fi до 150 Мбит в секунду, на секундочку. Но проблема в том, что он у нас тоже на USB. То есть, теоретически, если мы воткнули джойстик, воткнули прошивку, то усилитель Wi-Fi-сигнала мы уже с вами никуда не воткнем. А теперь пройдемся по интерфейсам. Здесь кнопка включения-выключения, здесь, разумеется, питание, есть у нас выход на 3.5 джек, есть HDMI, LAN для тех самых любителей, кому не нужно усилять Wi-Fi, прям LAN воткнули и все. Ну и, как я сказал, всего лишь два USB-выхода. Вот такая вот ностальгия. По параметрам устройства. Тут уже 2 гигабайта оперативной памяти против одного из G5. Четырехъядерный процессор, Amlogic S905X3 и 64 гигабайта постоянной памяти. Графический процессор стоит ARM Mali-G31 MP2. Меню у нас немного отличается, но по сути все точно так же. Выбираем сначала приставку, потом игру, ну а потом играем. По геймплею, опять же, никаких замечаний. Все шустро, красиво, ностальгично. Джойстики работают исправно, не отваливаются. Ну а если мы берем и вынимаем флешку с прошивкой, то получаем обычный Android TV девятой версии. В общем, эти штуки мне понравились. Вы знаете, я бы даже принял это как такой символический подарок на день рождения, либо наоборот подарил ребенку. Почему? Да все очень просто. Я геймер, я люблю игр, я о них много знаю. Я играю в игры и на ПК, и на современных консолях, но я помню, с чего у меня все начиналось. Я помню пульт от Super Nintendo, джойстик. Я помню самый первый джойстик от PlayStation. Я знаю, как это работает, и мне хотелось бы, например, показать своим детям то, с чего все начиналось. Современные игры с их там ретрейсингами, всякими лучами, шейдерами, это все одно, но самое главное знать историю. И вот лучше, чем вот это вот, нет ничего. Потому что это очень здорово, когда ты там в 2023 году можешь запустить игру из 95-го года. А кроме того, это еще и великолепный кооператив, потому что правила игры понятны всем. Вы играете вдвоем на одном экране, и это просто фантастика. Просто вспомните, сколько вечеров, сколько часов вы провели, играя, например, в те же самые танчики. Поэтому это однозначно лайк, попадание прямо в мое ностальгическое сердечко. Что ж понравилось? То, что эту приставку, как и эту, очень легко переключить из режима игровой приставки в режим ТВ-бокса. И все, и это становится у нас обычный ТВ-бокс на Андроиде, где можно из Play Market скачать приложения какие-то, посмотреть YouTube, да и просто поразвлекаться. Поэтому, ну, ну, хорошо, огонь. Самое главное, это, безусловно, наличие стабильного интернета, ну, чтобы смотреть комфортно, всякие стриминговые сервисы. И что вот еще прям супер понравилось? Вот сейчас вот время ремейков, ремастеров. А здесь игры наши с PlayStation 1.2, с Nintendo, с геймбоксов. Они здесь у нас в 4К разрешении. Как? То есть и для глаз полезно, и в управлении, понятно, и на большом экране. Ой, как бы я кайфовал от этого в детстве. Ну что ж, на этом все. Это был 21 век, я Саш Сериков. А это был обзор геймбоксов G5 и геймбокс G11. Лайк, подписка, комментарии. Напишите, какая у вас была приставка самая первая. Споришь, это был Суббор? Суббор. Суббор. Суббор.